Привет, любители старых ретро-игр! Сегодня хотел вам рассказать о игре, которая однозначно входит в топ-10 игр для Dendy. Кот Феликс – видеоигра, которая была выпущена в 1992 году для игровой платформы NES, в простонародье Dendy. Игра разработана компанией Hads & Soft по мотивам мэкфильмов с участием кота Феликса. Версия игры для Game Boy вышла спустя год, в 1993 году. Она практически идентична версии для NES, но в ней меньшее количество уровней. Что в принципе и правильно. Давайте начнем с истории появления персонажа. Итак, поехали! Мало кто знал, но оказывается кот Феликс отметил в 2019 году столетие. Вот это возраст для котика! Можно сказать с большой уверенностью, что Феликс – отец всех котов. Не верите? Сами посмотрите. Диснеевский кот Том впервые появился в пилотном выпуске проекта «Кот получает пинка» в 1940 году. А если сравнить с другим знаменитым котом Гарфилдом, который впервые появился в комиксах в июле 1978 года. Вот так и получается, что другие именные коты годятся сыновья и внуки Феликсу. Первое упоминание о Феликсе появилось в далеком 1919 году. Именно в этом году вышел анимационный краткометражный фильм «Фелайн Фоллюс», распространяемый компанией Paramount Pictures. Это ознаменовало первое появление персонажа кота Феликса. В начале 1920-х годов Феликс был на волне популярности и играл значительную роль в культуре. В 1923 году появились комиксы о коте Феликсе. Их рисовал Отто Мессмер. Естественно, не обошлось без мерча. Знаменитого кота размещали на разных предметах, на керамике, на открытках, а также шили мягкие игрушки. Джазовые ансамбли исполняли песни про Феликса. Вот, например, эта мелодия. Между прочим, в «Симпсонах» есть небольшая отсылка к Феликсу. А именно, в эпизоде под названием «День, когда умерло насилие» вкратце в нем рассказывают об истоках щекотки и царапки, показывают вымышленный мультфильм «Манхэттанское безумие», снятый в 1919 году, что совпадает с годом выхода в «Фелайн Фоллис». Из этого можно провести параллели к коту Феликсу. С появлением звуковых фильмов популярность Феликса стала снижаться. На фоне короткометражных мультфильмов Уолта Диснея о Микки Маусе, сопровождаемых синхронным звуком, продукция о Феликсе выглядела устаревшей. И в 1930 году производство фильмов про Феликса прекратилось. Позже, через 6 лет, пытались возродить интерес к Феликсу, но мультики встречались холодно и без особого интереса, своего зрителя так и не найдя. Взрождение мультфильмов по коте Феликса началось в 1953 году. Джо Орёо изменил внешность Феликса, удлинил нижнюю конечность кота и избавил его от необходимости использовать хвост. Одновременно, но почти незаметно, он лишился и усов. Также добавил новых персонажей и придумал для Феликса волшебную сумку, способную принимать любую форму. Именно в таком виде Феликс существует до настоящего времени. О компании. Hudson Soft Company Limited. Компания была основана в Саппоро, Японии. 18 мая 1973 года братьями Юти и Хироси, Куда. Компания начала свою деятельность как магазин по продаже устройств связи и художественных фотографий. С сентября 1975 года компания начала заниматься продукцией, связанной с персональными компьютерами, а с марта 1978 года – разработкой и продажей компьютерных игр. Компания стала первой независимым разработчиком программного обеспечения для игровой консоли Famical Computers или Tendip. Между прочим, у этой компании множество именитых игр, и они выпустили и разработали такие игры, как Loderunner, Nathan Milk, Adventure Peaceland, а также в далеком 85-м – Bomberman. В настоящее время компания является собственностью Konami Corporations. Сюжет. В этой игре, как и во многих играх того времени, пошли по классике жанра и не стали выдумывать велосипед. У нас есть злой профессор, и, естественно, он хочет заполучить волшебную сумку, принадлежащую Феликсу. Для осуществления своего коварного замысла он похищает самое дорогое, что есть у котика – его возлюбленную кошечку по имени Китти. Естественно, Феликс не выдерживает такой наглости. Он хватает свою сумку, которая может превратиться во все, что кошачьей душе будет угодно, от танка до космического корабля и от дельфина до воздушного шара, и со всех ног пытается добраться до убежища профессора, попутно набивая мордой противникам всех видов и расцветок, чтобы спасти и вырвать свою возлюбленную из грязных ручонок злого профессора. И тем самым нарушить и разрушить злодейские планы. Проигровой процесс многое не скажешь. Беги вперед, собирай очки, бей противников. Здесь нет запоминающихся уровней и сложных боссов, ну кроме последнего, конечно. Нет необычного геймплея. Но при этом, удивительно, игра сразу же завладевает вниманием игрока и не отпускает до конца. В ней нет той присущей сложности, которая была в играх тех времен. Жизни всегда в достатке. Игра проходится на одном дыхании. В среднем 30-40 минут. В игре множество врагов, с которыми Феликс встречается по мере прохождения уровней. Среди врагов кроты, стволы деревьев, пушки, птицы, морские животные, а также 8 боссов. Некоторые враги могут атаковать главных героев на расстоянии. Волшебные улучшения. В игре имеются следующие виды. Сухопутные. 4 волшебные стадии с тремя улучшениями. Базовая. Магическая. Автомобиль. И танк. Воздушные. Включают 3 волшебные стадии с двумя улучшениями. Зонтик. Воздушный шар и самолет. Надводные. Имеют одно улучшение. Лодка и дельфин. Подводные. Включают 3 волшебные стадии с двумя улучшениями. Ныряльщик. Морская черепаха и подводная лодка. Космический. Имеет только одну волшебную стадию с ограниченным запасом энергии. Портреты Феликса или монетки. На протяжении всей игры встречаются портреты или монетки с изображением Феликса. Собирая их, вы получаете. Каждая монетка добавляет 50 очков. Кратные 5, но не 10 дадут 3 бутылочки молока для топлива. Каждая бутылочка добавляет 2 единицы энергии плюс 500 очков. Кратные 10 дадут сердечко, обозначающие переход на следующую волшебную стадию. После превращения в высшую волшебную стадию, сердечко будет давать через каждые 20 портретов, ну или монеток. Если игрок ловит сердечко, находясь в высшей волшебной стадии, он получает дополнительную жизнь, а также полностью восстановит энергию. За 100 монеток дается дополнительная жизнь. Секретные бонусы. На каждом уровне Феликс встретит изображение Китти и злого профессора. Если дотронуться до Китти, то получишь 500 очков. А если 7 раз атаковать портрет профессора, дает одну жизнь. Но учтите, что не все портреты дают бонусы. Уровни. В игре 9 миров, и каждый из них делится, как правило, на 3 уровня. В конце каждого мира, кроме одного, игроку предстоит встреча с боссом. Все уровни очень разнообразны и не успевают надоесть. Волшебная сумка. В каждом мире, кроме космического, можно обнаружить большую волшебную сумку. Чтобы попасть внутрь сумки, необходимо встать на нее и нажать кнопку вниз. Привет, Марио. Внутри сумки находятся монетки Феликса. Обычно от 10 до 20 штук, а в некоторых случаях две большие волшебные сумки. Первая сумка является кратчайшим путем до конца основного уровня. Левая возвращает игрока в изначальное местоположение. Интересен тот факт, что когда Феликс покидает волшебную сумку, все ранее собранные на уровне монеты и убитые враги появляются снова. А из облаков в виде профессора можно повторно выбить жизнь. Хочу закончить словами, которыми я и начинал этот ролик. Игра Кот Феликс однозначно входит в топ-10 игр для NES. К моему сожалению, сейчас у меня нет Dendy. В условиях самоизоляции мне пришлось воспользоваться эмулятором. И это помогло окунуться в тот ламповый, такой душевный мир пикселей. Кстати, хотел узнать, кто играл в нее и прошел, или не играл вовсе и первый раз о ней слышишь. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч!